Привет всем! Сейчас мы с мамой будем готовить пирожки. Какие, мама, пирожки будем готовить? Пирожки дрожжевые, жареные, будут с капустой и с картошкой. Очень простой рецепт, не потребует много затрат. Очень вкусные и хорошие пирожки. Капусту мы квашеную пожарили. Капусту мы пожарили, картошку предварительно отварили и добавили жареного лучка. Так как будет есть ребенок, мы перца не добавляли. Можно еще перца молотого обязательно. Можно с укропом, ну на любителя. Мы сделали с луком. Так, для этого нам нужно 400 миллилитров теплой воды. Два стакана теплой воды. Два стакана теплой воды. 60 грамм дрожжей. 2 столовые ложки сахара. Щепотку соли. Дрожжи растворились. Сюда нужно будет еще добавить 2 столовые ложки масла растительного. Добавляем масло. Теперь до полного растворения сахара и дрожжей помешаем и будем добавлять муку. Муку смотрим на глаз. Сильно не забиваем пирожки. Так. Дрожжи растворились. Сахар растворился. Добавляем муку. Ну и, как я уже говорила, муку на глаз. Я просеиваю. Говорят, так лучше. Кислорода набирается и пушисто становится. Делаем до, как обычные пирожки, тесто. Главное не забить. Точного рецептового количества муки мать я не скажу. Ну, вот уже почти во ртовое тесто. Сейчас буду выворачивать и его вымешивать. Хорошо его вымешивать. Миску можно не убирать, а немножко прицепить муку и туда мы сейчас положим тесто. Ну, вот уже почти готово. Главное, чтобы к рукам не прилипало. Вымесите вы всю. Не забить муку. Если забью муку, то, конечно... Я вот, если честно, не понимаю, что значит забить, не забить. Я тоже не очень. С тестом я не очень, дружи. Я больше люблю общение с мясом. Ну, вот эти вот пирожки... Мне его, как соседка, когда-то моя, сказал, тетрадечка. Так мы их и делаем. Эти пирожки у меня получаются всегда. Может быть, кто-то из зрителей, из подписчиков, знает хороший сдобный рецепт для рулетов. Или для слива, да? Для пирожков сдобных, или же для рулетов сдобных. С маком вот купили его сделать рулет. Была бы рада. Напишите нам в комментариях. Потому что у меня такого рецепта сдобного, вкусного нет. Ну, все. И сколько? И теперь можно на полчаса оставить его отдыхать. Многие говорят, можно в холодильник ложить. Не обязательно в холодильник. Так поставить полчаса, пусть отдохнет. Через полчаса можно приступать к лепке. Тесто подошло хорошо, пушистое. Я люблю, конечно, делать скалкой пирожки, но они получаются очень тоненькие потом. Он соседку у меня делал, а я спросила, что это получается у тебя пирожки с тестом. Не так, как у меня, тоненькие-тоненькие. А то я их просто скалкой не придавливаю руками. Сейчас мы попробуем такие пирожки из капусты. И берем нарезаем. Сейчас запробный вариант. Посмотрим, может, побольше их сделаем. Я не специалист по тесту, сразу, может, они как-то делают. Все делают по-разному. Есть. Ой, какое. Руки стоят, у кого на тесто. У меня нет, нет. Сейчас он что-то сделает. Маленький. Ну, сейчас он, кажется, маленький. Он же еще подойдет. Сейчас мы немножко сделаем на эту сковородку и начнем жарить. в тесто. Сейчас мы определимся с формой. Уже на сковородке какие делать. Правильно? Угу. Маленький. Маленький. Точно, наверное, Ваня захочет. Правда, с картошкой он с капустой не будет. Маленький, это он пока маленький. Сейчас станет обычным средним пирожком. Последний, включаем сковородку, да? Угу. Угу. Налили масло в сковородку и разогреваем. Масло мы наливаем олену. Вот. Вот эта лопаточка для всех случаев жизни. Угу. Вот. Маленькая. Брабантия. Брабантия. Классная фирма. И вот эту лопатку я хочу еще несколько заказать, когда будет. сырники я ей делаю классно. Пока греется, мы пойдем посмотрим, пока вторая партия уже будет. сейчас. Какого размера заставляем пирожки? Ну, и вот эти, самые первые. Маленькие. Ну, как бы да. лопатка. А там уже, как будет получаться. Вот молювлявку красилась. Он вроде маленький. еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Можно расти. Вот такой шуток. Сейчас мы определимся с тебе же туровой грушкой. Потому что на смене на большом тоже жарить не желаю. Пока вот эти три больших остальных. Сейчас посмотрим, как они будут расти. И масло так, чтобы они плавали. Масло нормально. Это нормально, да? Да. Как это полезно? Кто говорит о полезности? Я говорю же о вкусности. Правильно. Потому что полезно и вкусно, как бы две вещи практически не совместны. Не, ну, тут многие, наверное, поспорят. Там мало, да? Ну, тут пока еще видно, пока накалилось масло. Я буду кричать, когда они будут гореть. Ну, да. Вот это тоже не готово, мам. Вот это, м? У-у-у. У-у-у-у. У-у-у-у. Это всегда быстрее, чем с первым. Наверное, уже потому что нагрето и все равно готово. Ну, да, ну, я не делаю перочки. Тебе тоже радует. Как-то не хотелось. Да не надо семью. Ну, ладно. Успешим кузову? Нет. Ну, кто как, кто съесть уже хочет. Включаю нам сейчас вытяжку, то и представляю, что сейчас будет. не надо. Не надо. Не надо. По крайней мере, прожарится тесто. Так, снимаем касавчиков. И это первые готовы. Три штучки этих. Можно, наверное, перевернуть уже. О, хороший. Еще, конечно. Хороший. Такие красивые получаются. Я надеюсь, они очень вкусные. На вкус это 100% гарантий. Тесто идеально. Вот так. Итак, капусточки уже осталось мало. Вот сейчас перейдем к картошечке. Вот. И вот что. Смотрите, какие красивые. Просто бомба. Еще получается, наверное, такая сковородочка и все. даже меньше. Ну или да. И вот это вот с капусточкой. Смотрите, какой. Это самый большой. Самый маленький вот. Хороший. Ну ладно. Не могу удержаться. Ну как. Это мои любимые пирожки с капустой жареные. Именно с вот такой капустой. Не с томатной, а с такой коричневой. Сквашенной. Что-то нереальное. Все. Сквашенной капустой все пирожки мои. Становись в очередь. Кто работает, тот и больше ест. Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Так и живем. Да. Итак, последние жарятся с капусточкой. Еще осталось там пять штучек. И мама Лена делает уже с картошечкой. Да? Начала уже? С картошкой. Мммм. Тоже вкусного они уже ждет с картошкой пирожочек. Да. Знучок любит с картошкой. Если учесть, что он будет первый раз его есть, думаю, что будет. Жду картошку. Посмотрим. Так, побежала переворачивать, а то последний из горят, за который Дима дерется с капустой. Нельзя, чтобы они подгорели. Я этого не допущу. Итак, с капустой закрыли пирожочки. Вот это вот получился такой вот противень. Не знаю, сколько тут штучек. Но вот такие красивые получились. Еще парочку сили. Да, еще парочку сили, Дима уворовал. И вот с картошечкой у нас будут. Ну, как бы хватает на семью, то порция с головой. Даже больше, чем предостаточно, я скажу. Поменяли масло мы и разогреваем сковородку. Ну, она уже разогретая. Вот сейчас будем бросать туда с картошкой. Так, пошли с картошечкой красавчики. С картошечкой наша партия жарится. Вот эти два уже снимаем. Вот у нас картошка немного получилась. Но у любителей с капустой больше, поэтому, пожалуйста, с картошкой у нас... С картошкой очень солее. Ну, любят, но с капустой больше, поэтому с капустой получились вообще. Их тоже мало получили, ладно? Ну, вот. Вот это вот сколько их тут еще? 6 штучек осталось. Вот такой порядок у меня на столе. Итак, последняя партия подходит к концу с картошкой. Ваня уже кушает, Дима уже тоже опять уворовал сколько-то штук. Ну, а мы сейчас тоже будем пить чай и кушать пирожки. Как пирожок, Ваня? Папа, как пирожок. Тебе нравится? Да. Как пельмени? Это с чем? Это с картошкой. Твои любимые. Угу. Скажи друзьям, что надо сделать? Поставить лайк и подписываться на наш канал. А еще? И поставить колокольчик. Все, друзья. Много-много-много. До новых встреч.